Изгнание Адама Израиля И Евангелие от Матфея мы читали сегодня где говорится о прощении если вы не прощаете, то и вам не проститься простая, как говорится, теорема прощу я, мне проститься не просил, мне не проститься и часто бывает так, что мы молитву Отча Наш молимся как бы в осуждение себе а почему? Господи, прости нам долги наши, как мы прощаем должником нашим а если я не просил, то Господь не прощает меня понимаете, как это бывает? и вот небольшое поучение из беседы святителя Иоанна Златоустого как раз на это место Бог желал, чтобы мы освободились от столь многих и великих грехов предложил нам путь краткий, легкий и удобный прощение похоронению вражды составляет труд напротив, освободиться от гнева и весьма легко тому, кто захочет и это же доставляет покойствие не нужно переплывать море совершать дальнее путешествие восходить на вершину гор тратить деньги, удручать тело довольно только пожелать и все грехи прощены если же не только сам ты не прощаешь оскорбившего тебя но и Бог умоляешь против него то есть требуешь наказания, кто меня обидел допустим то какую будешь иметь надежду спасения коль скоро в то время, когда должен умилостивлять Бога оскорбляешь его, принимая на себя вид молящегося а между тем, испуская зверские крики и обращая против себя самого стрелы лукового потому и Павел, упоминая о молитве ничего так не требует, как сохранять заповеди а не злобе воздающие, Бог говорит он, преподобным руцы, без гнева и сомнения 1 Тимофея 2, 6 здесь видите, по-славянски все эти я не успел если ты даже и в то же время, когда имеешь нужду в помиловании не оставляешь гнева то глубоко сохраняешь в своей памяти зная при том, что через это ты вонзаешь вместь себя самого но когда же сможешь сделать себя человеку любивым и не вернуть в себя пагубный яд злобы если ты еще не видишь как тяжко и безрассудно молиться об течении врагам то подумай об отношении к тому же людей и тогда увидишь как тяжко оскорбляешь ты Бога так, если бы к тебе к человеку пришел кто-нибудь из пришел к тебе просящийся о помиловании тогда увидел бы враг и переставший просить тебя стал бить его то уже ли ты бы ты еще более не разгневался знаешь, что тоже и у Бога бывает и обращаешься с прощением к Богу и между тем оставив молитву начинаешь поносить врага своего и бесчестить заповеди Божии называя Бога повелевшего оставлять всякий гнев против оскорбивших тебя и прося его сделать противное собственным его велениям уже ли тебе недостаточно для наказания что ты приступаешь закон Бога а ты еще и его самого умоляешь сделать тоже разве он забыл, что повелел разве он как человек сказал это он Бог который все знает и желает чтобы законы его сохраняемые были во всей точности и не только того о чем просишь его не сделает но и тебя за то самое что ты так говоришь отвращается ненавидит и подвергает жесточайшему жесточайшей казни как ты хочешь получить от него тот что чего сам он повелевает тебе всеми силами удерживаться но есть люди которые дошли до такого безумия что не только молятся против врагов но и даже их проклинают и самые тела их готовы бы пожрать если бы возможно было или даже и пожирают не говори мне что ты не вонзил зубов в тело оскорбившего ты гораздо хуже сделал когда со всей ревностью молил чтобы гнев свыше пришел на него и чтобы он предал был вечному наказанию и погиб со всем домом своим разве это не более всяких угрызений неизвинительнее всяких стрел не тому научил нас Христос он не велел так окровлять уста таковыми таковые языки лютея уста окровавленных терзанием человеческих тел как же ты станешь слабызать брата как коснешься жертвы как вкусишь кровь господню имея столько яда на сердце ведь когда ты говоришь растерзай его разрусь дом истреби все и желаешь ему бесчисленных погибели то ты ничем не отличаешься от человека убийцы или даже от зверя пожирающего людей и так перестанем страдать таким безумием будем оказывать оскорбившим нас благорасположение которое заповедано нам господом чтобы сделать подобными небесному отцу нашему освободимся мы освободимся мы от этой освободимся освободимся мы от этой болезни если будем помнить о своих грехах если страх если строго будем исследовать все беззакония наши и внутренние и внешние и те которые делаем на торжеще и те которые совершаем в церкви нет ведь и заодно только непристойное поведение в этом месте мы можем оказаться достойными крайнего наказания в самом деле в то время как поют псалмы пророки яснословят апостола и сам господь говорит мы рассеиваемся по предметам внешним производим шум разговоры о житейских делах и для слушания закона божьего не хотим уделить и такого внимания какое оказывает зритель на зрелищах когда читаются царские указы там когда читаются эти указы все стоят в безмолвии и со вниманием слушают слова и консулы и профе и префекты и сенат и народ и если кто среди глубочайшего этого безмолвия вдруг закричит то такой как оскорбитель царского величия подвергается тяжкому наказанию а здесь когда читается писание небесное отовсюду слышен шум хотя тот чьи эти писания гораздо выше царя живого земного и зрелища священия не одни только люди находятся здесь но и ангелы притом и победные награды возвещаемые в этих писаниях гораздо превосходнее земных почему не только человеком но и ангелом и архангелом словом всем как небожителям так и обитающим на земле повелевается словословить общего царя и так когда мы так небрежны и в малом и великом в слушании и в деле и вне церкви и в церкви и сверх того еще молимся о томчении врагам то как мы можем надеяться получить спасение мы которые бесчисленным грехам нашим прилагаем еще и новое равное всем им преступление то есть эту беззаконную молитву и так нужно ли после того удивляться когда случается что нами какое-либо неожиданное несчастье с нами не должно ли напротив удивляться если ничего подобного не случается с нами первое является естественным следствием наших дел а последнее будет непонятным и неожиданным случаем подлинно нельзя понять как враги и оскорбители Божия наслаждаются и сиянием солнца и дождями и всеми другими благодеяниями Божьими наслаждаются те люди которые после духовной трапезы после величия благодеяний после бесчисленных наставлений своей жестокостью превосходят зверей восстают друг на друга и окроваливают язык свой угрызая ближних и так приняв все это соображение выбросим из сердец яд разрушим вражду станем возносить приличные нам молитвы вместо демонского зверства восприимем ангельскую кротость и как бы тяжко мы не были оскорблены представим себе собственные наши согрешения вспомним о награде какая ожидает нас за соблюдение этой заповеди и умягчим гнев укоротим волны чтобы нам и настоящую жизнь прийти безмятежно и по отношению туда безмятежно и по отношению туда найти для себя Господа таковым каковым каковы мы были с собратьями с собратьем своим если это тяжко и страшно то постараемся сделать легким и вожделенным отвергнем для себя светлые отвергнем для себя светлые двери держновения к Богу и чего не могли совершать воздержанием от грехов будем достигать кротостью к оскорбившему нас это не тяжко и не трудно и благодетельствую врагам своим будем предуправлять себе самим великую милость таким образом и в настоящей жизни все нас возлюбят и прежде всех Бог нас возлюбит и увенчает и удостоит нас будущих благ которые получат да сподобимся все мы благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа которому слава держа во веки веков аминь аминь слава тебе Боже слава тебе боже